В преддверии теплого сезона в Твери был дан старт новому уникальному проекту по озеленению городской среды. В предварительном обсуждении, где решался вопрос, какие деревья украсят улицы городов Верхней Волжья, приняли участие депутат Государственной Думы Владимир Васильев, педагоги, главы муниципалитетов и специалисты в сфере биологии и экологии. Почему выбор пал именно на дубы и почему они должны занять почетное место в городском ландшафте, расскажет наш корреспондент. Именно дубы столетиями украшали тверские городские ландшафты. Некоторые свидетели минувших веков и сейчас растут в парках и скверах областной столицы. Однако со временем большинство из них вытеснили быстрорастущие тополя, клёна, каштаны и туи. Но они не могут заменить благородных раскидистых дубов. Поэтому было принято решение вернуться к традициям предков и вернуть в города Верхней Волжи эти несправедливо забытые деревья. Их мало. Первое. Они долго живут. И это такие деревья памятники. Вот когда начинаешь смотреть, он обязательно напомнит тебе о великих фамилиях, о тех, кто жил рядом, посадил. То, что он видел, какие произошли события вокруг и рядом с теми, кто жил в то время и в наше время. Что сажать уже решено. Но пока открыт вопрос, как и где. Есть вариант закупить саженцы и высадить их. Другой вариант – жёлуди, собранные жителями Верхневолжья, в том числе представителями молодого поколения. Специалисты говорят, процесс их проращивания не быстрый, но интересный. Например, выращиванием саженцев могут заняться школьники. С осени прошлого года наши школьники собирали жёлуди. Сейчас у нас есть посадочный материал, собранный своими руками. Мы надеемся, что мы сравним, что получится с тем посадочным материалом, который нам тоже передадут для такой посадки. И хочу сказать, что очень хороший пошёл отклик со стороны детей. Но, скорее всего, будут и купленные саженцы, и выращенные своими силами. Таким образом, проект будет совмещать в себе сразу несколько функций – образовательную, экологическую и патриотическую. Тем более, многим ребятам интересна работа с растениями. Дети с удовольствием откликнулись на этот проект. И мы будем предоставить территорию, будем высаживать жёлуди, растить растения. И хочется жить в красоте. И мы будем не только подготавливать посадочный материал, но и украшать свой пришкольный двор. Школьники собрали порядка 6 тысяч желудей. Особенно были бы цены те, которые произошли от старинных многолетних дубов. Такие в регионе есть. Например, старинных усадьбах Торжокского района. Живая достопримечательность есть и в Оржеве. Дуб высажен в 1812 году в честь победы над Наполеоном. Как рассказал глава Оржева, дерево растёт, прекрасно себя чувствует и привлекает внимание как жителей, так и гостей города. Мы за ним следим. Ржаветяне предлагают разные варианты его сегодня благоустроить. Мы изготовили памятную табличку. Ржаветяне также предлагают сделать цепь, посадить кота. Он ходить, правда, не будет. Будет сидеть постоянно на одном месте. Но это будет ещё дополнительным арт-объектом в городе Оржеве. Это дерево, которое на протяжении нескольких столетий является символом преемственности поколений. И сегодня нам важно, как никогда, эту преемственность поколений показать нашим детям. Активистами было предложено провести перепись уникальных дубов в Тверской области, а также определить места для высадки молодых саженцев. В ближайшее время процесс будет запущен в социальных сетях. В нём смогут поучаствовать все жители Тверской области, высказать свои предложения и замечания, а также поделиться фото и местом нахождения старинных деревьев. Высадка дубов должна стать доброй традицией, переходящей из поколения в поколение.